Всем привет, Татьяна Чебыкина, блог криптомания.ком. Вчера в новостях я обнаружила новый проект LibreMania. Полноценная финансовая система на основе обеспеченной криптовалюты с эмиссией на основе краудфандинга. Мне стало очень интересно, и мне стало очень приятно, что идеолога, разработчика и человека, который продвигает всю эту идею создания этого проекта, не просто очередного форка или криптовалюты, но Ярослава Логинова я очень быстро вчера нашла, мы с ним списались. Оказалось, что мы с ним земляки, и я вам с огромным удовольствием представляю Ярослав. Ярослав, привет! Привет. Ты сейчас в Москве переехал с Кузбасса и занимаешься полностью криптовалютами, я правильно понимаю, да? И занимаешься именно LibreMani. Ну, если предысторию посмотреть, мою жизнь, я жил, вырос в Кузбассе, ну, в Кемерово, потом переехал в Новосибирск, там 5,5 лет прожил, и вот сейчас год уже живу в Москве. Поработал в разных местах, программистом, разработчиком, с 1С, с разными языками. Сейчас я уволился и занимаюсь полностью 100% проектом LibreMani. А вот вообще криптовалюты, когда ты об этом узнал, что ты вообще по этому поводу, о биткоине, вообще о форках любых, что у тебя, какое мнение есть на этот счет? Ну, собственно, вот как в 2009 году биткоин появился, запустился, как на хабре начали писать, я начал отслеживать. Никогда не вкладывался ни в какие криптовалюты, меня интересует это как технология. Технология, она прорывная, то есть биткоин это прообраз денег будущего. Биткоин это не деньги, это прообраз денег. Но, вот эта технология, она действительно крайне интересна. Рассматривал разные криптовалюты, разные аналоги, альткоины так называемые. И пришел к выводу, что ни одна из них, она не подходит для реального использования. То есть, по крайней мере, для меня, мне нужно долгосрочное накопление, какие-то инвестиции, удобный инструмент. То есть, не просто как купи-продай, а просто именно вложить и, скажем, на 10 лет, на 20 лет. Такого инструмента пока не существует. Поэтому начал рассматривать, и вот два года назад публиковал на Хабре статью под названием «Крия деньги», где описал идею создания обеспеченной валюты на основе человеческого труда. Ну, честно говоря, первоначальная идея «Крия денег», она была довольно сложная. Поэтому за год, за полтора года переделал, улучшил и сейчас реализую проект, уже более проработанный под названием «Либромания». Скажи, Ярослав, вот «Либромания» на основе криптовалюты, обеспеченная трудом, то есть, в отличие от других криптовалют, которые не обеспечены ничем, в том числе, как и биткоин, да? Ты создаешь криптовалюту. Как это будет работать? Кто-то поработал, за это получил монеты. Есть ли они уже сейчас? Нет, наверное, давай так. Как именно обеспечение вот этого труда будет именно «Либромания»? Или наоборот? Ну, я предлагаю вообще про обеспечение говорить. Большинство людей под обеспечением понимают какие-то ресурсы. То есть, когда за денежную единицу можно что-то обменять. Ну, то есть, например, были раньше обеспеченные доллары, когда за каждый доллар можно было получить сколько-то граммов золота, или частичку золота, ну, или другие ресурсы, в общем, не суть важна. Когда выпускаются акции какого-то предприятия и так далее, можно тоже за акцию, это частичку, там, не знаю, земли, частичку здания получить, технологии. И здесь под обеспечением в «Либромании» понимается не то, что можно получить за эти деньги, а то, как эти деньги появляются на свет. Дело в том, что в реальном мире, в нашем мире, существуют разные ценности, как материальные, так и нематериальные. Материальные ресурсы с этим понятны. Они находятся на какой-то территории, принадлежат какому-то государству. Под эти ресурсы государство имитирует свои фиатные деньги. То есть, с ними все понятно. А вот насчет нематериальных ценностей, фильма, музыка, они свободно распространяются по интернету. То есть, когда я копирую фильм, я его не ворую. То есть, у того, у кого я его скопировал, он не исчезает. Получается, эти ценности, они уже не подвластны какой-то территории. Они не подвластны ни месту, ни времени. И тут возникает некоторая противоречия. С одной стороны, человек затратил какие-то усилия, затратил свой труд, работу. При этом, под его обеспечение, под его труд, какое-то государство выпускает деньги. Причем, могут выпускать сразу все государства, у которых есть интернет, допустим. Это как бы некоторое противоречие. Я, когда размышлял над всем этим делом, пришел к выводу, что сам автор должен создавать деньги. Сам автор должен имитировать деньги за созданные ценности. Вот с ценностями в интернете я понимаю нематериальные ресурсы. Это, в первую очередь, фильмы, музыка, open source программы, технологии разработки. Технологии, кстати говоря, они стоят очень дорого. Если говорить про патентные защиты, технологии разработок, дизайна и так далее. Это все устаревшие технологии 19 века. Патенты в 21-22 веке работать не будут. Необходимы совершенно другие инструменты. Инструменты такие есть. Называется краудфандинг. То есть, это когда автор перед тем, как опубликовать работу, перед тем, как сделать разработку, он собирает средства. Потому что после того, как он ее опубликует, то дальше она становится уже бесплатной. Когда я все это рассмотрел подробно, то пришел к выводу, значит, во-первых, деньги должны быть обеспечены реальным трудом. Во-вторых, как узнать, насколько труд реален, насколько он нужен, насколько он ценный. Я пришел к выводу, что, во-первых, необходимо оценить востребованность продукта. Вот продуктом здесь, я понимаю, опять же, нематериальное. Музыку, фильмы, open source. И, во-вторых, оценить, насколько хорошо была сделана работа. То есть, во-первых, краудфандингом мы можем определить, насколько это нужно. Сколько денег собрано. После того, как реализовано, мы можем оценить, насколько хорошо это реализовано. И, имея вот эти коэффициенты, мы можем умножить одно на другое и получить коэффициент полезности, нужности этого продукта. И, соответственно, выпустить эмиссию. То есть, таким образом, получается, каждый автор получает эмиссию денег за созданные ценности. Таким образом, мы говорим, что деньги, Libra Money, обеспечены. Слушай, я уже так долго терплю спросить тебя. Так получается, смотри, это не только вот эти вот краудфандинговые проекты. Получается так, что изначально люди будут скидываться не Libra Money. У них не будет, то есть, я говорю, я такая себе классная, я буду писать, буду писать книгу. Вот так она будет выглядеть, вот такие сроки, правильно так по условиям? То есть, ко мне должны прийти какие-то люди, что они мне будут на реализацию моего проекта, что они мне будут давать? Мне что-то будет поступать или нет? В системе Libra Money предполагается, что краудфандинг, который осуществляется в валюте Libra Money. Понятно, что у людей изначально нет Libra Money, они могут ее купить на бирже. Они могут ее получить, участвуя в разработке. Кроме того, в системе Libra Money рассматривается вариант сделать краудфандинг. Это когда человек может помогать не только деньгами, но и помогать своим временем, своими ресурсами. А как оценится ценность этого времени, ценность этого ресурса? Как она будет оцениваться? Совместно? На самом деле, это вопрос, который еще прорабатывается. Мы общались с компаньонами, которые реализуют аналогичную систему, но без создания денег, криптоденег, а как площадку для венчурного инвестирования с помощью краудсорсинга. Дело в том, что есть люди, у которых имеются деньги, а есть люди, у которых имеется свободное время. Те, у кого есть деньги, они могут купить время других людей. Таким образом, человек может инвестировать свое время, продать свое время за деньги. Ирослава, давай вот на примере, прямо на моем примере, я говорю, проект запускается у тебя 24 октября этого года, правильно? Бета-версия. Бета-версия. То есть, это уже когда я пишу заявку, есть моя заявка, и есть люди, которые начинают мне передавать монеты на тот проект, который я писала в красках, рассказала, какая я вся классная, давайте мне сюда деньги. И после того, как я обозначаю сроки, что там через месяц будет, я запишу песню. То есть, это всегда интеллектуальный труд, я правильно понимаю, не материальные ценности. Возможно, это и материальные, но в связи с реалиями интернета, все-таки нематериальные, он, естественно, гораздо более интересен. И даже если материальные ресурсы какие-то предполагаются, то обязательно должна быть какая-то технология. Ну, Raspberry Pi, например. То есть, смотри, что от меня нужно? Мне нужно красиво преподнести свой проект, мне нужно уже привести с собой людей, которые скажут, да, мы там подтверждаем, что она песни поет, и будет этот клип, выпущен там или еще что-то, и мы тоже вот даем, где мы возьмем LibreMoney, чтобы меня спонсировать, в счет того, что через некоторое время все песни мои начнут качать и бесплатно это все использовать, не воруя у меня. Первоначальные LibreMoney, они берутся, они раздаются разработчикам самой системы LibreMoney. Это один миллион первоначальной эмиссии. Они обеспечены трудом разработчиков. То есть, вот мы сейчас как раз приглашаем разработчиков в проект, чтобы раздать этот миллион. Проект еще в самом начале, поэтому на данном этапе присоединиться будет очень выгодно. На последующих этапах, там, ближе к завершению, естественно, присоединяться будет тоже выгодно, но не так, как сейчас. То есть, сейчас именно нужны разработчики, которые будут создавать вот эти платформы, где можно передать, да? То есть, вот эти все там... Сам исходный код, продвижение, рекламу, материалы, биржи, все-все-все. Ага. И то есть, миллион этот будет раздаваться, ну, вот тобой и твоими соратниками, да? То есть, вы сами определите, сколько вот этому полумиллиона и вот этому полумиллиона. Вы сейчас вот как-то так, да? Вот нет тоже определенного четкого понимания. Полностью четкого понимания пока нету. Есть план. Идея. Каждый месяц разделять по 10%. То есть, по 100 тысяч LibreMoney. Прошло два месяца. Соответственно, там 200 тысяч LibreMoney, они уже поделены. А остальные там 800 тысяч необходимо еще разделить. Есть план работы, который необходимо выполнить. Пока мы движемся по плану. Соответственно, каждый следующий месяц объем работ увеличивается. И таким образом, за каждую выполненную работу, человек будет получать свою долю. Объем работ и список работ на конкретный месяц, он составляется в начале месяца. В конце месяца смотрим, сообща собираемся, смотрим, сколько сделано, сколько не сделано. Вот таким образом. То есть, изначально разработчик приходит, ему уже дается в лапки план, что он должен сделать, и сколько он за это может получить. Многие соглашаются получить 100 тысяч LibreMoney и не получить ни рубля, ни гривны, ни одного доллара. Как на это реагируют люди? Но они есть. Есть, да? Ну, это здорово. Так, хорошо. Значит, до октября таким певичкам вроде меня делать нечего в вашем проекте. Я потом приду. Что потом будет требоваться от меня? Я создаю интеллектуальный продукт, и я хочу, чтобы у меня были LibreMoney в кошельке. Что произойдет дальше? Именно эти разработчики, которые сейчас будут решать, достойна ли я быть в этом проекте, или кто? Ну, значит, сама система, она самомодерируемая. Примерно как Хабр. И система управления примерно как в Дебьяне. То есть, во-первых, для того, чтобы не было накруток, для того, чтобы адекватно оценивалась полезность, неполезность, вводится понятие сообщества. То есть, человек, каждый, должен состоять в сообществе. Сообщества тематические. Соответственно, создание музыки. Одно сообщество, создание видео. Другое. И необходимо быть членом того сообщества, в котором хочешь реализовывать свой потенциал. А может получиться так, что я в это сообщество, то есть, соберу всех своих фанатов, и они будут говорить, да, да, она споет, и через месяц это будет классно, давайте. То есть, или без разницы, если они говорят, да, да, давайте, тогда покупайте LibreMoney и финансируйте этот проект. Это так будет, да? Ну, в общем, да. То есть, во-первых, необходимо иметь уже какую-то репутацию в оффлайне, там, в онлайне. При этом не обязательно афишировать себя как реальную личность. Вот у меня есть знакомые, которые в интернете очень хорошо помогают людям, но при этом никто никогда его не видел. Назначено. После эфира ты меня с ним познакомишь, мне очень нужна помощь. Я могу, но времени, это автор Рунту. Ой-ой-ой, давайте дружить домами. Ярослав, смотри, получается LibreMoney на 24 октября 2 месяца осталось запускается. А сколько будет стоить монетка, вот по твоим прогнозам? Я услышала о том, что ты хочешь, не хочешь инвестировать, там, просто купить биткоин и ждать, когда он вырастет, там, до 100 тысяч. Ты хочешь заниматься любимым делом и уже готовить себе, так сказать, инвестиционный какой-то портфель. Не так немножко сказала, не хотела про пенсию говорить. Так вот, сколько вот по твоим прогнозам вообще, и сколько монет-то будет? Вот я по один миллион уже услышала, а как по поводу, что с протоколом, как мы размножаемся, как мы появляемся? Количество денег не ограничено, так же, как в природе не ограничено. Сколько создано ценностей, столько появляется денег. А, вот, да? Да, естественно. Другое дело, что создавать новые ценности, это сложно. То есть реально мало людей, которые готовы реально работать. Создавать что-то новое, создавать инновации, рисковать. Потому что всегда сбор средств, обещания людям, это есть риск. Это риск своей репутации, потери репутации. В системе она тоже есть. И, по моим наблюдениям, таких людей в мире не больше 3-5%. Соответственно, ожидать того, что массово будут появляться новые деньги, не приходится. Из-за этого количество денег, оно ограничено. По понятным причинам, потому что люди есть люди. А я знаю, что тут, может быть, чуть-чуть с тобой, не то, что не соглашусь, но я думаю, что, знаешь, 3-5%, которые чего-то создают, они создают, потому что они настолько упертые, они доходят до конца. А очень много молодых талантов, а их там либо продюсеры на них находятся, и не находятся так, там, голос России где-нибудь в глубинке и умирает, и никто про него не знает. Вполне вероятно, что с появлением вот такого, когда человек будет понимать, что он работает, и он, у него есть какие-то варианты на то, что о нём узнают, они будут более упорно работать. Просто в итоге получается, что человека нужно прокормить себя, свой желудок, свою семью там или ещё что-то. И он не может жить где-то там в коморке, питаясь кусочком хлеба, корочкой, и создавать бессмертные произведения. Может быть, именно потому, что вот изначально было всё неправильно. Но я так и знаешь, вот вопрос-то какой. Монеты создают, создаваться будут от того, работает этот человек или нет. Как это будет выглядеть? Опишу цепочку. Во-первых, скажу комментарий насчёт того, что всё-таки большинство людей, обычных нормальных людей, они хотят стабильности. Они хотят каждый месяц получать доход, они не хотят рисковать. Можно потратить полгода и не получить ничего. Мало людей, которые на это согласятся. А, как правило, цикл разработки, он как раз, ну, как минимум, несколько месяцев. Если говорить про появление денег, как это осуществляется. Значит, во-первых, автор, предприниматель, будем называть, приходит, обращается к сообществу, говорит, вот смотрите, я такой-то, у меня есть портфолио, есть репутация, и я хочу создать вот такую классную штуку. Давайте скинемся, денег не хватает и так далее. Люди смотрят на него, скидываются. Если за определённый промежуток времени необходимая сумма набрана, то автоматически контракт является исполненным, деньги поступают на счёт автора, предпринимателя. Автор начинает работу, выполняет эту работу, и к определённому назначенному времени автоматически запускается голосование. при котором вкладчики, инвесторы, эксперты сообщества и остальные люди, они оценивают работу. По результатам оценки, на основе первоначальной собранной суммы, на основе коэффициентов, вычисляется размер эмиссии. Максимальный размер эмиссии может составить такую же сумму, как была собрана. Но это при самых-самых-самых лучших ситуациях. Реально, премия, по моим оценкам, будет составлять 20-30% от собранной суммы. Это на первоначальных этапах, на последующих этапах это будет меньше, так как завязаны, во-первых, вес сообщества, вес или репутация самого автора, и, собственно, оценки, которые зависят также и от количества пользователей в системе. Звук пропал. Я изначально получила, я всем рассказала, классно, мне поверили, я получила определенное количество монет. Если я их не получила, которые я определила, количество, которое мне нужно, если я их не получила, они возвращаются тем инвесторам, которые мне поверили, 5 человек, а если контракт признается невыполненным, и автоматически в конце срока сбора он закрывается, деньги возвращаются обратно. Да, а вот посмотри, а тут я набрала, все, я набрала, и я начинаю работать. Я набрала, и мне эти монеты поступают, они в моем кошельке уже находятся. И после того, как все это проходит, проходит голосование, говорят, да, действительно, это та песня, которую мы хотели услышать всю свою жизнь, и мне еще столько же монет может поступить, ну или половина, или 20%, да? И все как бы счастливы и довольны. Куда я пойду с этими монетами? Биржа. Биржа. Не люблю я биржи. Биржа, которая будет торговать LibreCoin на доллары, рубли, евро, да? То есть обычная биржа. Да, дело в том, что каждый человек, как организм, он живет в реальном мире. То есть он может работать, творить, создавать в интернете, без привязки к определенной территории. Тем не менее, кушать хочется всегда, за квартиру надо платить. Платить необходимо фиатными деньгами. То есть надеяться на то, что криптовалюты, они заменят фиатные деньги, на это не приходится. На мой взгляд, обычные деньги фиатные, они будут существовать очень долгий период. И на той территории, на которой, собственно, человек живет в данный момент. То есть если нужно обменять там на юаня, пожалуйста, на доллары, пожалуйста, ограничений нет. Поэтому биржа и дальше покупки обычные. Если необходимо накапливать, пожалуйста, складываем к себе в кошелек, и они лежат, никого не трогают. Скажи, 24-го числа вы запускаете все, и 24-го числа вы выводите сразу это на биржу и начинаете торговать? Нет, нет. 24-го числа запускается бета-версия. Причем бета-версия в стадии тестирования. Ну, то есть на то она и бета. Но вот именно сам краудфандинговая вот эта платформа, да, запускается в этот тестирование? Да, причем, скорее всего, будет по приглашениям, то есть не сразу для всех открыто. А с 1 января как раз планируется свободный вход в эту систему. Потому что биржа будет присоединяется, то есть сама система LibreBunny будет присоединяться к биржам после 1 января. Ярослав, скажи, я правильно поняла, что майнить монеты LibreMoney невозможно? Возможно. Для этого работать надо. Новый способ майнинга монет? Работа? Да. Поймите, просто тупо запустить программку и получать новые деньги – это не день. Ой, да, 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 я полностью согласна, полностью, на 100%. Ну, а пос майнинг все-таки, если я не буду монетки пробовать, они будут расти у меня? Да, значит, так же, как… То есть можно лежать и ничего не делать и тоже зарабатывать. Да, так же, как процент в банке, но это не значит, что они появляются из воздуха. Дело в том, что каждый кошелек, ну, или вернее сказать, каждый узел и кошелек, который привязан к этому узлу, они осуществляют работу. То есть обеспечивают работу с системой IT и генерируют блоки. Соответственно, тот, кто сгенерировал блок, получает комиссию за те транзакции, которые в этот блок вошли. Да, просто нам нужно, чтобы… Сколько бы… Комиссия фиксирована 0, 0, 1… То есть включенный в сети кошелек на работающем компьютере в режиме постмайнинга генерирует монетки там один раз в 30 дней какое-то количество добывается, да? Значит, в системе NextCoin, ну, и, соответственно, в LibreMoney, в общем, чем больше денег в кошельке, тем больше вероятность генерировать блок. То есть у тебя написано на коде NextCoin, да, LibreMoney? Да, за основу взят NextCoin, а тут переписан на Явстрит. Скажи, Ярослав, вот сейчас на дворе 14 августа, я увидела у вас отличный ролик, который появился на YouTube, и, ну, на самом деле, поясняющий вообще смысл всего проекта. Какие нужны вот сейчас, то есть разработчики нужны, да, которым вот есть уже задание на дом на целый месяц? Что еще нужно для проекта, для того, чтобы вот, чтобы он в октябре 24-го, ну, я уверена, что он запустится? Основных направлений два. Это, собственно, разработка самой системы, кодинг, и продвижение. Продвижение включается очень много. Это и поддержка на форумах, это объяснение, там, создание видео, там, продвижение перед инвесторами, то есть выступление. Ездить, выступать на конференции. Работы очень много как в создании самого продукта, так и в продвижении этого продукта. Если говорить про разработку, нужны программисты JavaScript, Node.js. Плюс нужны дизайнеры, плюс нужны люди, которые умеют создавать видеоролики. Ну, в общем, нужны все. То есть это как раз вот та команда рабочая, которая вот сейчас, на которой миллион LibreMoney будет распределяться, вот еще все это время, для того, чтобы у них уже в кошельках были эти монеты. И эти люди же станут первыми людьми, которые будут оценивать проекты, которые будут предлагать люди. Да, именно так. То есть, давай еще раз, интеллектуальный труд, то есть это все нематериально, ну, для того же, для удобства, да, для интернета, то есть песни, музыка, фильмы, не знаю, видеоблоги, криптомани, то есть как вам, все, что потом все используют, но за это не платят, все люди эти могут участвовать в проекте грандфандинга от LibreMoney, да? Да, именно так. Более того, LibreMoney, она разрабатывается как платформа для инноваций. Ну, слово инновация заезжено, тем не менее, для создания технологий, которых еще не существует. Дело в том, что технологии развиваются очень быстро, тем не менее, если говорить про людей, которые хотят реализовать свои идеи, но у них нет возможности приехать в большой крупный город, получить инвестиции или накопить денег. Но у них есть руки, есть желание, они могут воспользоваться такой площадкой. Причем, на самом деле, довольно много людей, которые хотят инвестировать в хорошие потенциально прибыльные стартапы. И здесь можно говорить о том, что когда человек отдает деньги, он их не просто так дает, он их инвестирует. Это важно. Ну, узнаю город Новосибирск, центр науки, который как раз создавался для того, чтобы мозги не утекали, но они все равно утекали в Москву, как и в случае с Ярославом Логином. И так и утекает. То есть для того, чтобы они оставались на своем месте, но при этом чувствовали, что они не одиноки, что у них есть люди, которые их поддержат всегда. И объединение людей, они в принципе всегда полезны, потому что в этот момент можно что-то изменить, когда ты не один, как известно, в поле не воин. Ярослав, я благодарю тебя за этот эфир и очень тебя прошу помочь, может быть, мне еще в каких-то моментах, потому что, знаешь, я тебе очень благодарна как раз за то, что ты сразу с первого моего предложения согласился переговорить. Есть тем более о чем поговорить, но есть очень многие моменты, которые я не могу объяснить, потому что я не программист, не разработчик и вообще я блондинка. По моим наблюдениям, для того, чтобы понять суть, концепцию системы, понять, что такое деньги, откуда они берутся, зачем они вообще нужны, для этого нужно как минимум два месяца погружения в эту тему. Лучше всего познакомиться с фундаментальными работами Карла Маркса и подобных, про прибалочную ценность, про прибалочную стоимость почитать. Тогда становится более-менее ясно. Кстати, когда начинаешь знакомиться с вопросом про деньги, открывается довольно много интересного. Почему войны начинаются, откуда они берутся, перераспределение ресурсов, про четвертую мировую войну интересно становится. То есть, на самом деле, деньги это не только платежное средство, это средство управления миром. И когда мы говорим про то, что каждый может создавать свои деньги, каждый может выпускать эмиссию, то мы говорим, что люди реально становятся властителями мира, а не кто-то там. Ярослав, спасибо тебе большое, просто вообще огромное спасибо. И я надеюсь, что наше следующее видео будет как раз посвящено деньгам, как они появляются. Потому что, несмотря на то, что два месяца можно погрузиться в тему «люди не любят учиться», попробуем сделать это в более сжатые сроки вот в таких видео. Ярослав, огромное тебе спасибо, удачи, в любом случае все получится, потому что во всем мире скоро будут криптомании. Люблю, целую, пока-пока. Спасибо.